Всем привет! Добро пожаловать на мой бизнес и канал снова! Меня зовут Юлия Прелл и в сегодняшнем видео у нас будет распаковка и примерка одежды с Е-стайл. Это, кстати, на минуточку будет моя первая распаковка и примерка одежды на камеру. Я в предвкушении! Итак, тематикой распаковки одежды с Е-стайл на этот раз является тематика 70-х, 80-х, 90-х годов, то есть ретро-стиль. И когда я увидела, что это ретро-стиль, то есть нужно что-то взять с ретро-мотивами, я прям загорелась так, и я начала изучать вообще, что носили люди в те годы и что бы я могла выбрать из предложенного для того, чтобы это выглядело как будто бы это ретро-стиль. Я надеюсь очень сильно, что все комплекты одежды, которые я собрала, они более-менее подходят к описанию ретро-стиля. И если вам интересно, Е-стайл дал мне купон для того, чтобы, так сказать, воплотить в реальность мои замыслы о том, как должна выглядеть коллекция одежды из 90-х, и 80-х, и 70-х тоже. И да, я очень надеюсь, что это видео поднимет вам настроение, поэтому запасайтесь чаем, плюшками, всем чем угодно. И я хочу вам показать сначала, конечно же, что я купила. Итак, первое, что я взяла, это вот такой комплект, я взяла это в размере S, и мне показалось, что это смотрелось очень красиво на картинке, прям вау. Далее, я взяла вот такую футболку, эта футболка мне показалась интересной и более-менее подходящей к ретро-стилю. Во-первых, этот цвет, он такой прям кричащий немножко, ну и, конечно, леопард. Леопард, мне кажется, был невероятно популярен в то время, если я не ошибаюсь. Стоила эта футболка 8 долларов, что вообще невероятно хорошая цена для этого качества. Я посчитала, что фиолетовый это, ну, вообще мой любимый цвет в данное время, поэтому это будет идеально для создания какого-нибудь такого интересного образа. Далее я не могла пройти мимо этого потрясающего пиджака и также юбки. Такой набор стоил не очень дешево, надо сказать, он стоил 46 долларов 55 центов. Можно купить также и по отдельности части этого костюма, что очень здорово. На картинке также это просто выглядит настолько красиво, настолько аппетитно, я не смогла прийти мимо этого. Вы уже, наверное, поняли мою любовь к всевозможным сетам, когда дело касается одежды. Поэтому я взяла вот такой сет от бренда Лемонграсс. Мне показалось это невероятно милым и, опять же, с этим можно, как мне кажется, играться, одевать все либо вместе, либо включать это в каком-нибудь другом образе. Этот набор, кстати, продается только в единственном размере, то есть one size. И, получается, он должен подойти всем. Мне кажется, если вы такая маленькая, как я, то он подойдет вам 100%. Далее я взяла вот такой топ белого цвета, классика, стоил он у нас почти 9 долларов. И он также, кстати, в единственном размере. Это ощущается больше как хлопок. Это и есть хлопок, я угадала. Очень приятно выглядящий топ. Мне понравилась вот эта простота дизайна. Это идеально, как мне кажется, будет подходить к джинсам, которые у нас на самом деле широкие. Если честно, я ни разу не покупала джинсы с корейских сайтов. И по первому взгляду, по тому, как я чувствую их, мне они кажутся очень хорошо сделанными и такими текучими. Я взяла размер S. И просто посмотрите, какие они широкие внизу. И, конечно, никакой образ не может обойтись без деталей или аксессуаров. Я взяла вот такую сумочку для того, чтобы носить ее через плечо. Выглядит просто, но в то же время что-то в ней есть такое, что притягивает. Наверное, это простота. Простота это всегда ключ к тому, чтобы создать хороший образ. И на сайте у них также имеется такая же сумочка в коричневом цвете. Далее я взяла вот такой ремень. Ремень я взяла просто потому, что я боялась, может быть, джинсы будут слишком большими для меня. Просто посмотрите, ребят, на пряжку этого ремня, как это мило смотрится. Я пока еще ни разу не видела ремня более милого, чем этот. Почти последнее я взяла вот такие супер яркие, ярко-желтые очки, которые стоили 5 долларов. И, конечно, никакой образ в стиле ретро не может обойтись без такого типа очков. И последнее, что я взяла, это вот такие сережки. Ну, сережки никак они бывают лишними. И серьги эти стоили у нас меньше 3 долларов, а именно 2 доллара 85 центов. Но теперь давайте перейдем к самому интересному, а именно к примерке этой одежды. И вот так, ребят, выглядит наш первый образ. Просто майка, просто джинсы и небольшие каблучки. Честно, я, когда смотрю на себя в зеркало, я вижу этот вайб, этот стиль 90-х. Вот только вспомните, вы смотрите любые сериалы из 90-х как раз-таки. Чаще всего, что вы видите правильно, это майка вот в таком стиле, не так ли? У меня почему-то такие ассоциации именно. Насчет комфорта. Джинсы сели просто идеально. Не так часто я покупаю джинсы онлайн, и они сидят просто как влитые. Это победа, это очень круто. Они реально широкие на концах. И если вам непривычно носить такие джинсы, мне, допустим, непривычно, то может понадобиться некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. К тому же, к тому же сейчас, по-моему, возвращается мода на джинсы такого типа. И мне нравится этот тренд, надо сказать, такие джинсы, они чуть более, гораздо комфортнее, чем обычные джинсы зауженные книзу, которые я всегда ношу. Вообще чувствуется, что они хорошо сделаны, и это не, знаете, тот элемент одежды, который чувствуется очень дешевым. Как раз-таки наоборот, чувствуется, что эти джинсы, они как будто бы стоят там не 25 долларов, да, а, ну, может быть, долларов хотя бы 45. Вот я бы сказала, это так. Я, кстати, еще надела сережки, я не могу сказать, что это прям супер самые комфортные сережки, просто потому что это как клипсы, и клипсы я не очень люблю, но, мне кажется, образы они очень даже хорошо дополнили. И топ-топ мне тоже очень понравился, мне очень нравится цвет, мне кажется, если вот у меня будет загорелое тело летом, то он будет смотреться просто потрясающе, и он комфортен. И, кстати, тут еще регулируются сзади лямочки, это двойной плюс. И да, я чувствую себя супер комфортно, когда на мне эти два элемента одежды, чувствую, что я где-то в 90-х, наверное, вот такие у меня ассоциации. Ну что, давайте теперь померим наш ремень и нашу сумочку. Мне кажется, образ этот дополнился просто потрясающей сумочкой и ремнем. Ремень этот у нас, кстати, прозрачный, и его почти не видно издалека, как мне кажется, это очень здорово, потому что ремень может очень много внимания к себе приковывать, да. Первый наш образ, мне кажется, мы начали очень даже хорошо, я в восторге от того, как это выглядит. Ну и, конечно, мы не можем не пробовать наши очки, потому что, ну, это будет прям возвращение в 80-90-е. Вау, я вижу все в желтом цвете, и мне нравится, как это смотрится. Знаете, вот клип Бенни Бенасси, вот примерно такие ассоциации я ловлю, смотрится это, конечно, очень интересно, и так ли? Что, с первым образом мы закончили, теперь давайте перейдем ко второму образу, который обещает быть гораздо более романтичным. Я сниму эти сережки, они так сильно жмут, вот поэтому, наверное, я не люблю клипсы. И для этого образа я выбрала сет, состоящий из пиджака и юбки, и мне кажется, это смотрится супер здорово, даже вот просто с этой майкой. Я прям чувствую, что я пошла бы в таком аутфите и вперед в мир. Стоил такой набор на 46 долларов, и я думаю, что цена, она очень оправдана. Мне очень понравилось, безумно понравилось тот факт, что эта юбка имеет в себе защиту, и вы знаете, что если что-то произойдет, если она у вас нечаянно задерется наверх, то все будет в порядке. Вот, это реально круто, вот за это я люблю корейскую моду, потому что у них все продумано до мелочей. Я заказала размер S, как можно видеть, я могу легко расставить руки и ничего не мешать мне двигаться, мне это очень нравится, комфортно, и самое главное, я чувствую стиль, когда на мне это надето. Я даже не знаю, подойдет ли этот наряд к тематике ретро-стиля. Принт очень даже, мне кажется, относит нас в то время, не так ли? Просто посмотрите, как идеально села юбка, то есть, чтобы вы понимали, мне иногда невероятно сложно подобрать юбки. Дело в том, что в Штатах, я так понимаю, размеры, они делаются именно американцы, то есть, если вы такая маленькая, как я, мой вес примерно, я не знаю, 45, все юбки, которые я покупаю, они спадают с меня, то есть, неважно, это S размер, это XS, приходится покупать ремни, чтобы юбки сидели вот здесь на талии. Эта же юбка, она просто подошла идеально, и я, когда померила костюм в первый раз, я была удивлена, что это все подошло мне так хорошо, как будто бы это шито на меня. Поэтому, мне кажется, если вот вы такая маленькая девочка, как я, в смысле, маленькая девочка, если вы такая же миниатюрная, как я, то вам, скорее всего, очень сильно понравится, как корейская одежда сидит на вас. Это очень красиво смотрится, я даже не знаю, что еще сказать, я думаю, что вы видите, потому что я счастлива, что мне безумно понравился этот набор, да. Вот так выглядит наш следующий образ, это более, знаете, такой секси-шмекси образ, я, наверное, вижу стиль 90-х, но в 90-х все-таки были гораздо более яркие предметы одежды, вот если бы это было в 90-х, это было бы, наверное, сиренево, это было бы красное, что-то вроде того. Я бы сказала, что материал, он очень эластичный, однако через него можно увидеть очертания того, что у вас под этими шортами. Самое главное по цене, это у нас стоит 13 долларов, и я считаю, что это потрясающая цена за то качество, которое вы получаете. У них есть несколько цветов, я взяла именно хаки, возможно, сейчас бы я все-таки взяла черный, просто потому что бежевый, это не самый практичный цвет, но это смотрится прям, ну, гораздо более интересно. Мне, кстати, очень понравилось, что на картинке я вижу пиджак поверх этого сета, и я думаю, что этот пиджак он сделал так, что я чувствую себя гораздо более комфортно в данном сете. Таким образом я бы ходила и в пиры, что называется, и в магазин, и куда-нибудь погулять. Это 100% мое любимое сочетание из того, что мы сегодня пробовали, прям огонь-пушка. Мне будет очень интересно, ребята, узнать, что вы думаете обо всем этом, пишите в комментариях. Ну, а теперь мы перейдем к нашему самому милому розовому сету из нашей коллекции. Раз, два, три. Ладно, ребята, посмотрите, как потрясающе смотрится этот сет на мне. Это смотрится очень мило, очень женственно, и это, наверное, знаете, один из тех элементов одежды, которые я бы носила повседневно, просто потому что это комфортно, это ярко, и это стильно смотрится так же. Кстати говоря, это состоит из трех частей. Первое мы видим, это сама кофта, топ, и третье, это, конечно, юбка. Юбка не совсем короткая, не совсем длинная, прям то, что нужно, та самая комфортная длина, я бы сказала так. Насчет материала, он, знаете, не сказать, прям супер мягкий, то есть это, наверное, тот тип материала, который я бы носила осенью, если бы я была в России. И хоть у нас, у нас есть тоже холода, но вот в России, мне кажется, это было бы гораздо более актуально. Я, знаете, вот ловлю такой вайб, что это носила блатинка в законе, если вы помните тот фильм, Reese Witherspoon, по-моему. Мне кажется, что, опять же, на загорелом теле это будет смотреться чуть даже, возможно, получше. По качеству материала я бы сказала, что это не чувствуется дешевым материалом, чувствуется уровень Zara. Я не знаю, нормально ли это сравнивать Zara и одежду с E-style, но вот я так это чувствую. У них есть также фиолетовый набор, я вот решила взять именно розовый, потому что, ну, розовый и блондинистые волосы, это смотрится всегда беспролючно. Ну, а теперь пришло время попробовать последнее из нашей коллекции ретро-стиля, и это будет что-то очень яркое. Готовы? Ну, и, конечно, эта футболка потрясающе подошла к этим джинсам. Короткая футболка укороченная, джинсы с высокой талии, что может быть лучше? Мне нравится цвет, это определенно мой вайб, я обожаю сиреневые цвета, фиолетовые цвета. Честно, смотря на эту футболку, я прям чувствую этот ретро-стиль, ну, во-первых, леопардовый принт, и мне нравится трогать этот материал, потому что он очень мягкий. Я взяла размер S, и он идеально подошел, хотя, возможно, если бы я взяла размер M, я думаю, футболка была бы чуть более комфортна в носке. Она и так комфортна, но рукава, они не то что впиваются, но я чувствую их на своей руке. Мне кажется, эти джинсы и эта футболка потрясающая комбо. Я же сейчас вижу, что эта футболка будет моей любимой футболкой на летнее время, потому что она яркая, она очень сочно выглядит. Цвет, он не смотрится каким-то таким, знаете, дешевым, я бы сказала так. Дайте мне знать, ребят, какой вам понравился больше всего образ в нашем сегодняшнем видео. Я испытала большое удовольствие сегодня показывать вам одежду на камеру, и это был мой первый раз, и я надеюсь, не последний. И, конечно, спасибо большое E-Style за то, что отправили такую интересную и немаленькую коллекцию одежды для того, чтобы попробовать себя в роли модели 90-х годов. Я очень хочу верить, что вам это понравилось, я хочу верить также, что это у меня получилось хотя бы, вот. Я оставлю все ссылки в описании внизу, чтобы вы смогли посмотреть на то, что я сегодня пробовала чуть поближе, если вы этого хотите. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, мне будет очень приятно ваша активность. Да, ребят, я буду заканчивать на этом свое видео, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Конечно же, ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!